Всем привет, ребята! С вами снова я, Маша, и добро пожаловать в новую распаковку потерянных посылок с Озон, на которые я потратила 50 тысяч рублей, но при этом посылок у меня на столетний 100 штук, не 50, да и даже не 30, а всего лишь 20. И как я до такого докатилась, сейчас вам расскажу. Итак, ребята, как вы знаете, у меня на втором канале МЗ уже вышло первое видео с потерянными посылками, и там я вам рассказала то, что я нашла контакт с еще одним продавцом, который занимается потерянными посылками с Озона. Я вам в прошлом видео говорила, что мне предлагали купить посылки премиум-класса. В прошлом видео на втором канале МЗ, здесь на канале я об этом еще не упоминала, потому что я ждала, когда придут эти посылочки именно типа премиум. Кто не смотрел видео на канале МЗ, расскажу. Мне продавец написал, что у него есть посылки, которые включают в себя премиум-продукты а-ля технику, какие-то крутые товары хороших брендам, по типу, может быть, там Tommy Hilfeger, Calvin Klein. Это я уж сама додумала, но мне просто написали то, что будут товары каких-то популярных и дорогих брендов, а также техника. У них премиум-посылки делятся на два типа за 2 тысячи и за 3 тысячи рублей. Они разделяются по весу и по габаритам. Я сильно не стала вникать, но, в общем, я заказала посылки по 2 тысячи, 10 штук, и посылочки по 3 тысячи, тоже 10 штук. Заказывать можно, слава богу, не от 10 единиц, а от 5, но я решила, что надо сразу по максимуму взять по 10 штучек и тех, и тех. И вот эти посылки находятся на столе, что радует, что все они действительно большие. Но я трогала их все абсолютно по весу, чтобы понять, и есть некоторые очень легкие. Допустим, как вот эта коробка. Ой, зря я ее потрясла, до этого я ее не потрясла. И были надежды, что вдруг там какие-нибудь наушники Apple. Наша с вами сегодня задача все это с вами распаковать, и более того, поскольку товаров у нас сегодня, в принципе, мало, всего лишь 20 посылок, я решила сразу же пытаться найти на озоне тот или иной товар и посмотреть, сколько он действительно стоит. Потому что 50 тысяч на 20 посылок – это не хухры-мухры. И если действительно будет круто, не то чтобы я буду прямо купаться, но товар действительно будет хороший, я закажу еще раз. Если вы под этим роликом соберете 40 тысяч лайков, ребята. 50 тысяч рублей просто так с потолка не падают. Так что давайте 40 тысяч лайков, и я закажу тогда еще посылки премиум-класса с озоном. Потерянные посылочки премиум. Давайте начинать. Премиум потерянные посылочки с озоном входят в чатик. Поехали! Давайте начнем с этой коробки, которая оказалась очень легкой и в которой что-то очень интересно потрясывается. Сразу же надеемся, конечно же, найти здесь как минимум айфон. А как максимум, что может быть маленькое, но дорогое. Ну про AirPods я почему-то сразу подумала, но вот что еще? Может флешки какие-то дорогие. Часы, кстати, точно. Apple Watch. Почему бы и нет? Apple Watch тоже продаются на озон. По длине они войдут. Но она реально очень легкая. Жаль, что тут все опять замазано. Ой, это просто яркое. Разводняк полный. Кукурузные палочки. Какие стоят? 2 и 3 тысячи рублей. Я думаю, что эта коробка была за 2 тысячи, потому что она не самая большая здесь. Да. Я первое, что получаю, это кукурузные палочки за 2 тысячи рублей. Целых две упаковки. Попытаюсь сейчас найти, сколько они стоят. Мне кажется, это будет сложно. Супер хрупер. Ребята, чтобы вы понимали, одна пачка стоит 38 рублей. Все, остановите, пожалуйста. Всем спасибо. До свидания. Лучше бы я не смотрела, честное слово. Давайте откроем что-нибудь, что очень сильно меня прям интересует. А меня очень сильно интересует вот это и вот это, потому что написано, что что-то хрупкое. Давайте откроем вот эту коробку. Ну, большая коробка. И, ребята, она без опознавательных знаков. Я еще крутила, вертела, везде только написано. Xbox, он квадратный. Он как раз вот сюда вот так вот входит. Ну, надейся, конечно. Как вы думаете, что в этой коробке она действительно тяжелая? И за нее ручаюсь точно, что она стоила 3 тысячи рублей, потому что она тяжелая. Потому что там за 3 тысячи рублей либо должен быть какой-то габарит определенный, не меньше, либо же должен быть вес не меньше такого. В общем, это реально запуталось, поэтому сложно было определить, что тут по 2, что тут по 3. Ой, ну запаковали на славу. У меня новый агрегат подспел. Маша все ножницы потеряла. Мясорубка! Мясорубка! О, где мой нож? Это шок-контент. Ну, после кукурузных палочек приятно найти хотя бы мясорубку. Ого, какую большую. Так, подожди, там фирма будет написана. Давайте угадаем, что за фирма. Я думаю, Бош. Мне даже кажется, Болинекс. Есть еще Хайер, Смэк, Китфорд, Горенье. Китфорд ставлю, давай, все. Все, больше не знаю, фирма. Симмонс, Поларис. Поларис, блин, а. Прикольно. Мясорубка 9 в 1. То есть, походу, какая-то машина прям кухонная. Типа комбайн. Ну, или мясорубка написано. Так бы написали комбайн. Та-дам. Все, распаковано. Давайте смотреть, что там внутри действительно, или там мясорубка. Это очень важно. Вау, прикольно. Подарок. Отремай подарунок. Тут нет по-русски, ребят. Выбери подарок или получи дополнительный год гарантии за отзыв. Да, тут реально мясорубка, ребят. Все четко, смотрите. Блин, круто. Вот эта штука, которая как бы самая главная. Это то, где фарш прокручивается. На нашу мясорубку. У нас, если что, есть мясорубка, потому что, ну, мы реально как бы крутим фарш. А у нас какая фирма? Детка, тебе пришла подружка. BMG 2561. Нифига себе. Нет, ты прикинь. Ребята, она стоит 9999 рублей. Так что есть информация, что по купону можно за 8999 купить. Представляете? На нее 258 отзывов. То есть, она какая-то супер популярная. И вот написано, что ее можно по купону купить за 8999. 10 тысяч она стоит. То есть, если даже мы ее купили за 3, мы в плюсе сейчас на 7 тысяч рублей. Ну да, у нас до этого были кукурузные полочки. Поэтому, знаете ли, что у нас все дальше. Но уже из 50 мы заработали 10. Первый классный товар уже найден. Хорошо, что я решила сразу искать товары. Кстати, кому, ребят, такое нравится, ставьте лайк. И я тогда буду чаще искать, ну, цены на товары, может быть, какие-то особо дорогие. Допустим, что когда ты открываешь 100 посылок и искать товары на какие-нибудь келье для душа, это очень долго. Только если после уже съемки видео. Давай следующее, что мы откроем, ты будешь выбирать. Давай вот это вот. Осторожно, хрупкая. Или вот это? Вот это. Вот это. Давай. Я вижу уже, там тоже есть метаданные. Опа. Китфорд, я узнаю. Я узнаю из тысячи эту упаковку, потому что у них такой стиль. Электрогриль. Смотрите, какая коробка вся поюзанная. Окей, давайте смотреть. Как думаешь, какого цвета? Черная, там белая, красная. Она красная. Офигеть, реально. Давай доставай. Прикольненько. Помнишь, у нас раньше была какая-то очень дешевая электрогрильница, она как раз-таки была или желтая, или красная. Давно-недавно. Помнишь? Приколе. А что это такое? Вау. Это что такое? Это для бургеров. Офигеть, смотри, тут прям написано. Фо. Брэд. Это типа, чтобы здесь что-то поджаривать. Нифига, она посторонняя. Пипец она модная. Блин, такая классная вообще с нашей. Но у нас большая хорошая, кстати, электрогрильница, потому что мы реально и на ней мясо там жарим, всякое хлеб. Но это, несмотря на то, что она такая маленькая, тоже очень прикольная. Давайте смотреть, сколько она стоит. Я ставлю тысяч на пять. Потому что тут, смотрите, два отделения, вот такое. Это, видимо, чтобы подогревать, я думаю. Я просто знаю такую тему. Я у американских блогеров видела, что они на электрогрильнице кладут тосты подогревать. О, прикинь, она... Две тысячи девятьсот девяносто она стоит. Две девятьсот девяносто. Вот цена, вот грильница. Смотрите, стейки жарят. Реально рыбу жарят. Котлеты жарят. Все жарят. Оставляем. Не будем никому дарить. Не будем никому продавать. Мне нравится эта штука. Я буду здесь хлеб по утрам жарить. Гарантированный приз за участие в менчик для сбивания. И больше, что я люблю в Китфорд, это наклеечки. Очень крутая находка. Стоит ровно три тысячи рублей. Следующее, что я хочу открыть, давайте вот этот очень странный сверток. Ой, я такое знаю, ребята, смотрите. Это на прошлое 14 февраля я дарила Денису, и вот это наши руки. И это типа для того же самого. Только мы ее до конца не доделали. Ее надо было покрыть лаком, чтобы она не рассохлась. Чтобы она не рассохлась? Да, мы ее не покрыли. Чтобы мы ее не покрыли. Прикольная штучка. Смотрите, на две руки. Я знаю, что есть еще на три руки или на четыре, чтобы, допустим, с детьми сделать всякие разные. Это на две руки, то есть для пары. Ну-ка, давайте посмотрим, сколько она стоит. Но вообще-таки штуки, они обычно не дешевые. Я не помню, за сколько я покупала Денису в прошлом году в подарок. Сейчас вообще не помню. Называется Room Sculpting. В общем, она стоит тысячу рублей. Тысячу пятьдесят. Вы бы знали, сколько здесь отзывов, но вы уже знаете, что я скриншот делала. Посмотрите, здесь четыреста шестьдесят два отзыва. Представляет универсальный подарок вообще для всего. В принципе, хорошая вещь, но недорогая. Следующий будет, пускай вот эта коробка. Ой, она такая легкая, прям очень подозрительно. Блин, что-то хрустящее. Чипсы, да, кинем? Чипсы кинуть. Чипсы кинуть, ну, либо сухой корм, блин. После кукурузных-то шариков. Блин, сейчас водняк полный вообще, специально сделали. Трэш. Специальная коробочка еще, знаете, такая большая. Да, вообще-то не все, блин. Больше не будем мне ничего покупать. Да ладно, вот уже мясорубку нашел. Я вот очень рада. Да даже грильница таких два хороших товара на тринадцать тысяч рублей. Ну, я даже искать не буду. В среднем цена этой коробки сто рублей. Следующее. Ой-ой-ой, я специально хотела там открыть, чтобы не почувствовать вес. Ты что, посмотрела уже? Нет, она легкая. Послушай, как будто то же самое. Как будто там какие-то бич-пакеты положили. Вот это кидалово реально, пацаны. Просто это самые дорогие чипсы в моей жизни. Чипсы за две тысячи рублей. Читос с кетчупом. Почему не с сыром? Я люблю читос с сыром. А вот это вообще какие-то зеленые. Первый раз вижу. Да, лук параде. Посмотрите. Я параде не знаю. Есть лук шалот, по-моему, тоже такой большой. Оставлю на видео. Сами знаете, какое. В общем, это чипсы за два рубля. Супер. Давайте открою вот этот большой подушк. Она такая мягкая, как будто там подушка. Либо какая-то ортопедическая подушка, либо одеяло, либо халат. Ооо, это точно не подушка, да. Это, походу, какое-то покрывало прикольное. Такой цвет темный, необычный, грязный что ли. И, внимание, всем сейчас мы узнаем, что же хранится под семью печатями. Мне кажется, распаковываю, она увеличивается. Она расширилась? Да, да, она серьезно увеличивается. Вау, смотрите, как это красиво. Двуспальная покрывала велюровая. Ох, я, кстати, ни разу на зоне не заказывала покрывала. После такой распаковки даже уже и не хочется. Размер у нас 250 на 260. Это, значит, очень большое подойдет. Даже, знаете, на кровати типа кинг-сайз, там, не знаю, 2 на 2. И тут еще в комплекте идут 50 на 70 наболочки. Вот, типа такие. По-любому это стоит недешево, ребята. Ооо, такое приятное. Я не буду, с вашего позволения, это сейчас все доставать, потому что я потом обратно вообще не беру. Не факт, что я это кому-нибудь не захочу подарить, потому что реально потерянные посылки мы раздариваем. Это приятный способ найти подарки для людей. Прикольненько. Сейчас будем искать, сколько это стоит. Фирма называется Ария. Ну, пока цены такие. 1970-4200. Наверное, надо ввести все-таки этот бренд. Ария. Ария, как Ария. Вообще нет такого. Ну, вот есть подобные. Они стоят 2800, но там... Нет, вообще не похоже. Я сейчас вон скриншот вставлю здесь, но это вообще не то. Ребят, честно, пока не могу найти. Вот, вот это уже похоже, но это не то, ребят, смотрите. Оно как бы такое нежненькое, но видно, что оно намного светлее. Оно стоит аж целых 8000. У меня все вышло. Вот, розовое, правда. Ребят, смотрите, как похоже. Похоже только розовое, да? А тут фиолетовое. Походу, похоже, да. Когда, походу, оно и есть. Смотри. Да, оно похоже. 72 отзыва. Ребята, вы видите, сколько оно стоит? 9199 рублей. Да, премьер. Такую цену запокровал. Так это 100% оно, посмотрите, вот. Короче, никто не заказывал, видимо, это розовое-фиолетовое покрывало. И кто-то заказал, и то его потеряли, ребята. Потому что все отзывы на серые или на бежевые. Прикольно. Находка просто офигенская. Мы нашли с вами покрывало за 9000 рублей. Это офигенно. Продолжаем открывать. Надо было в калькулятор еще все записывать. Потому что, смотрите, у нас уже на 20 тысяч есть 10 тысяч, 9 тысяч и 3 тысячи электрогриль. Это 22 тысячи рублей уже минимум. Неужели это то, о чем я думаю? Лампа солевая. Риндос вообще. Они на него и снимаются, ребята. Это другой продавец. Это другой продавец. Понимаете? И у него в потерянных посылках тоже есть солевая лампа. Божечки-кошечки. Что это? Выглядит, смотрите, так же, как вот. Соленая была. Давайте смотреть. Ну, кстати, я хочу заметить, что коробка полностью отличается от тех коробок, что мы находили раньше. То есть это, видимо, какая-то другая лампа. У нее упаковки намного больше. Ой, тут тоже есть такая штучка. Кстати, я поискала, когда мне несколько ламп нашлось, сколько стоят соляные лампы. Маленькая стоит где-то 1000 рублей. И чем больше она весит, тем больше она стоит. Там можно и за 2 найти, и за 2,5. Ну, в общем, самая маленькая на 2 килограмма, по-моему, стоит 1000 рублей. Ой, сколько тут упаковок. Она красивая. Давай проверим, или у нас там места нет, чтобы подключить. Работает вообще, не работает? Работает. На фоне этой лампы, конечно, плохо видно, но она действительно работает. Ну, пускай уж тогда работает. Вы мне, кстати, написали в комментариях, что эти лампы очень полезны. Их нужно включать вообще на весь день, пока ты дома находишься. И через 2-3 часа они типа начинают ионизировать или как-то очищать воздух. Но суть такая, что они очень помогают от вирусных заболеваний. Я нашла несколько вариантов соляных ламп. 2-3 килограмма. И они стоят в среднем 1200 рублей. Есть за 1190, есть за 1158, есть за 1200. И у них там еще соль какая-то есть розовая, есть оранжевая. Ну, в общем, в среднем 1200. Следовательно, эта посылка хоть и прикольная, классная, но цена ниже, чем я заплатила. Следующую коробочку. Давайте вот эту откроем. Что она тут стоит такая? Она тяжелая, на удивление. Ну, не очень, но такая увесистая. Ну, точно не кукурузные палочки. Но насчет чипсов, допустим, каких-нибудь не уверена. О, так, ребята, тут чего-то очень много приготовились. Опа. Вайп полностью затаренная. Мы вот это уже находили. Внимание, спасибо за внимание. Это в какой-то из первых частей про потерянные посылки я это находила. Я просто запомнила, потому что это стоит рядом с нашими лекарствами. И мы пока лечились, я постоянно на нее смотрела. Думаю, блин, надо попробовать, но мне страшно. Напиток для уменьшения объемов и снятия отеков. Это то, что мы раньше находили. Здесь такой же, но тут вкус манго. Видите? Дальше, что тут есть? Тут, видимо, все от этой фирмы для похудения. Детокс. Хербал Ти. Ребята, это какой-то чай со вкусом имбирь-лимон. Это я попью. Ну, с удовольствием, люблю чай. Семена расторопший, тысячелистник. И посмотрите, прикольненько. А это тоже чай, только уже со вкусом яблоко и корица. Вот, 20 пакетов. Дальше, какие-то лекарства. Магний растворимый. 70 микроэлеметров, 15 стиков. И тут две таких коробочки, ребят. Первый растворимый морской магний в России. Следующее, что тут есть, это фитококтейли для снижения и контроля веса. Кстати, говоря, мы же, когда распаковывали посылки на канале МЗ, там тоже нам попался какой-то фитококтейль, который заменяет, типа, целый прием пищи. И это, походу, то же самое, только здесь со вкусом ананаса, там был со вкусом шоколада. И я его, кстати, развела. И не смогла это даже попробовать. Там какая-то гуща по типу киселя. И она не имеет, по сути, никакого вкуса. Но я ее развела в горячей воде. Надо было, видимо, в холодной. И последнее, что здесь было, это воздушная хрустящая гречка. Пацаны, это для вас. Вы же любите гречку. Ее, видимо, заливают молоком. И это используется, скорее всего, как какой-то завтрак, типа, сухой. Постараюсь, в общем, все там найти. И если все найду, прикреплю здесь цены, сколько это все стоило. Потому что столько товаров за раз сейчас искать, я думаю, не стоит, чтобы не удлинять ролик, да. Следующая посылочка подкай будет вот эта. Ой, какая она тяжелая. Пец, какая тяжелая. Ах, это как будто газировка какая-то. Боже, неужели опять соляная лампа? Потому что соляные лампы, они такие тяжелые. Тяжеленные. Да, ну 3 килограмма. Вам тоже интересно? Ну, давайте смотреть вместе. Раз, два, три. Три. Соляная лампа. Куда мне их девать? Скажите мне, пожалуйста. Я уже, кстати, подарила одну лампочку Арсению. И у нас теперь в доме не 4 лампы, а целых 3. Но сейчас уже больше. Вот у нас 1 из 10, 2 я поставила в спальню. Потому что, ну, вы мне написали, что они полезные. Их надо в спальне вообще ставить. Реально, таких комментариев было несколько. И одну я подарила Арсению, чтобы у него тоже воздух, типа, очищался. У меня теперь еще плюс 2 лампы. Куда мне их ставить? Скажите мне. Оно тяжелее. 3-4 килограмма, представляете? И от той же фирмы, кстати. Stay cold. Ой, а что такое? Лампочка, представляете? А там тоже была, кстати. Да? Типа запасная? Да, я думаю, такой зеленый что-то такое. А я и не заметила даже. Я, наверное, эту штуку даже выкинула. Прикольно. Вообще не заметила. Все так же запаковано. Но она вроде как тяжелее. Вылет примерно так же. Давайте сравним. Нет, она реально больше. Поставлю ее себе на голову. Вот сюда поставлю. Включать пока не буду. Если мы сейчас еще соленую лампу найдем, я открываю магазин, где будут продаваться соляные лампы. Давайте ее найдем на Азоне. Я думаю, она стоит рублей на 500 где-то дороже, чем лампа меньшего веса. Так, ребята. И смотрите. Я нашла лампу за 1326. Всего лишь на 200 рублей дороже. Даже меньше. И лампу за 1230. На целый килограмм растешь, оплатишь всего на 100 рублей дороже. Мне кажется, выгоднее покупать на 100 рублей дороже, но и побольше. Ну, а мы с вами откроем следующий пакет или коробку. Давайте откроем, в принципе, вот этот пакет. Он самой необычной формы здесь. И он плоский. Посмотрите, какой он плоский. Так, ребята, это у нас фирма Марта. Индикация температуры. Весы бытовые. Я уже вижу эти весы. Та-дам. Весы бытовые электронные. Максимальная нагрузка 180 килограмм. И они еще, походу, с рисунком. Смотрите, какой нам рисунок достался. Вот такой вот с ромашкой. Давай посмотрим. У меня таких красивых никогда не было. Вау, посмотрите, какие прикольные. Я даже пока что не имею понятия, сколько подобные весы могут стоить. Ты как думаешь, до 1000 рублей? Думаю, 900 рублей стоят они. Ну, потом. Я их не буду расклеивать. Смотрите, они тут заклеены. Тут батарейки. У меня сейчас все еще начнет падать. Но они реально очень симпатичные. У нас недавно дома появились новые весы, которые всякие пульсы замеряют. Там, вес. Не просто вес, но еще и вода в организме. Всякое такое. Поэтому для нас эта тема, ну, вообще сейчас не актуальна. Я их кому-нибудь подарю. Поэтому не хочу их так распаковывать полностью. Посмотрим цену. Но стоят они не так дорого. Всего лишь 654 рубля. Ты мне сказал же 500. Да. Но зато они очень популярны. И на них аж 383 отзыва и 5 звезд. Вставляете? Так что находка дешевая. Но все равно очень полезная и хорошая, судя по отзывам. Ну что, ребята, продолжаем. У нас остается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 посылок. Меньше половины. Так что мы с вами молодцы. Давайте сейчас откроем вот это или вот это. Скажи что. Что? Давайте тогда эту. Слиная лампа? Короче, это соляная лампа. Просто такая тяжелая и коробка квадратная, что у меня уже, знаете, триггер небольшой. Она реально очень тяжелая. Как будто даже тяжелее, чем вот до этого мы соляные лампы находили. Вот эта коробка тяжелее. Что может быть там такое тяжелое в такой маленькой коробке? Это уже реально не смешно. А мы идем-то по возрасту. До 100, ребята. Было 2, 3, 3, 4, сейчас 5, 7. Говорю, она очень тяжелая. Смотрите, тут все заклеено. Надо это расклеить. Ты настолько сильно не рад лампе или что за истерика? Да, я тоже хотела найти здесь айфон, но нашла соляную лампу. Но я же так не истерю. Я хотела надеяться на что-то лучшее, там, на гантели, типа, на газировку. Мне кажется, я даже чуть-чуть надрываюсь вот в этот момент, когда поднимаю, потому что она очень тяжелая. Ой, аж реально живот заболела. Ужас, какая она огромная. Я хотела вообще вот эту лампу сейчас включить, но поняла, что реально розеток нету свободных. Она здесь будет просто стоять, потому что у меня тут розетки нету. Но потом, может быть, я ее включу, мне кажется, будет даже красиво. Ребята, если хотите, чтобы я их разыграла, напишите потом в комментариях. Они просто такие тяжелые. Мне кажется, мне их сейчас будет очень сложно отправлять. Если будет много комментариев в том, что Маша разыграет, потому что под прошлым роликом вы писали об этом, то я разыграю обязательно. Три лампы нашли, ребята, три. А могло бы быть семь, если бы я одну в итоге не подарила. Ладно, давайте продолжать. Давайте откроем сейчас вот этот пакет. О, там какие-то две коробочки, ребята. Они легкие. Легкие. Нет, они легкие для инструментов. На лего, кстати, реально похожи. Щетки. Обалденно! Это золотые щетки. Они одинаковые. Вау! Они с футляром. Они же трындец какие-то дорогущие. Помните, мы два года назад, когда еще в квартире жили, и Денис дарил щетку. Она дорогущая была. Черный футляр. Я просто сразу вспомнила. О, какая красивая. Давайте распакуем. Это такая же? Да, такая же. О, РЛБ, между прочим. Сейчас будем искать их цену. Вау! Здравствуйте, ребята. Ребята! Ой, я сломала упаковку. Вы должны это видеть. Посмотрите, какой красивый футлярчик. Ой, какой интересный. Ой, как это открывается. Вау! Обычная самая зарядка даже у самых дешевых зубных щеток. Она вот такая. Она мне очень нравится. Она очень удобная. Знаете, лучше бы USB обычно сделали, потому что для нее нужно какое-то специальное место. Выделять. Неудобно, честно. О, работает. А тут есть вот. Смотрите, в комплекте есть специальная такая насадочка. Ну что, давайте искать, сколько же она стоит на нашем любимом Озон. Называется она Pro 1, Oral-B Pro 1 750. Дизайн эдишн. Какой-то эдишн. Не лимитед, конечно, но эдишн. Я ввела Oral-B Pro 1. И она сразу первая. Просто сразу первая. 2999. Одна, а у нас две, представляете? И они были в одной посылке. Даже если бы это было бы две посылки, это было бы, ну, выгодно. Что купил, то как бы и получил. А тут в одной за 3 тысячи. Я думаю, на 3 тысячи стоило, потому что она большая была, объемная. Мы получили с вами на 6 тысяч рублей товар. Находка очень клевая. Мне надо подумать, что с ними сделать. Или себе оставить. Или кому-нибудь подарить. Потому что в качестве подарка это просто вау. Давайте откроем вот эту посылку, которая завалена кукурузными палочками. Что мы можем про нее забыть. Там какие-то рулоны. Мягкие рулоны. Неужели там туалетная бумага, ребят? Они мягкие. Их 4 штуки. И они никак не скреплены между собой. Срочно открываем и смотрим. Ааа, я знаю, что это такое. Это тряпочки для уборки. Просто чисто. Целых 4 рулончика. И в каждом рулоне по 200 листов. Это, конечно, что-то недорогое. Но полезно. Честно, я тоже этому рада. Потому что я такими салфетками пользуюсь. Хоть мы недавно ими закупились. Но они не бывают лишними в доме. Сейчас найду, сколько стоит. Есть набор 3 таких рулона за 799 рублей. А тут 4 рулона. То есть 800 разделить на 3. Это получается где-то 240 рублей стоит рулон. Ну и в итоге получается где-то на 1000 рублей здесь рулон. Так, если округлить. Четырех я не нашла. Но зато я нашла набор из двух таких. 569 рублей. То есть умножаем на 2. Получается 1100 рублей. Я решила для себя, что вот эти странные большие коробки. Они стоят не очень тяжелые. Тяжелые, но не очень. Я ставлю на сладенькое. Так что сейчас давайте займемся вот этими тремя. Продолжим, наверное, на вот этой. Не успела я потрясти. Уже вижу, что там какие-то бутылки. Ваааай. Прикольно. Хорошо, что хоть не взорванные, но немножко помятые. Ребята, это водичка Святой Источник. С лимончиком. Газированная. Ну, в среднем она стоит 50 рублей за банку. Так что не буду я это искать на Озоне. Будем считать, что я нашла 200 рублей. Погнали дальше. Давайте следующая коробка будет эта. Что же там такое хрупкое? Мы сейчас узнаем. Причем так сильно облепили. На самом деле такое у Озона очень редко встречается. Поэтому я думаю, что здесь какая-нибудь ваза. Или может быть какая-нибудь дорогая техника. Такая осторожно хрупкая. Я даже не могу вспомнить, что бы я такое заказывала, что бы было вот так вот обклеено скотчем. Или ваза, или техника. Ребята, как вы думаете, что здесь скорее напишите в комментариях? Потому что реально упаковка очень интересная. По весу она не больше 2 килограмм. Опа, она. Неспрессо. Ребята, я узнаю эту коробку из тысячи. Что? Офигеть. Смотрите, это реально Неспрессо. Божечки, сколько здесь этих капсул. Интересно, это Виртура или Оригинал? Если Оригинал, то подойдет. Но это Оригинал, судя по всему, потому что маленькая упаковка. Я не вижу надписи. Да, это Оригинал. Она просто не нашла ничего. Если что, у Неспрессо есть Виртура. Это такие широкие капсулы. И Оригинал, как раз-таки они, ребят, подходят к нашей кофемашине, если что. Так написано, ванильный эклер. Смотрите, вот такие я, кстати, заказываю для Дениса. Потому что они без кофеина. И Денис если пьет кофе, то и без кофеина. Прикольно, зай, тебе вообще повезло. Какие-то красивые, ребят, красные. Вот это тоже не знаю. Которых я пью, здесь нету. Я люблю Колумбия. Такие розовенькие. Обычно я их всегда заказываю, если заказываю Неспрессо. Но у них капсулы дорогие, поэтому я стараюсь покупать Старбакс. Старбакс дешевле. Еще одни без кофеина. Очень классно будет попробовать те капсулы, которые я бы никогда сама не заказала. Потому что я обычно заказываю что-то такое легкое. А я тут вижу, что есть что-то такое тяжелое. 9 из 13 возможно. Давайте посмотрим, сколько капсул стоит на Озоне. Потому что я никогда их не заказывала на Озоне. 50 капсул стоят 2210 рублей. Заходим на сайт Неспрессо. Тут куча всякой рекламы непонятной. Тут 20 коробочек, ребята. Вот я нашла вот эти, которые Токио. Три штуки стоят 1200 рублей. 1200, представляете? Вот такой есть наборчик за 1170. Тут красненькие, типа вот эти, наверное. Какие-то непонятные наборы. 3200 стоит. Давайте опираться на какую-нибудь среднюю цену. Смотрите, 50. То есть 5 коробок стоят 2350 рублей. Ну, в общем, без половины стоят 5. То есть 500 рублей одна штука стоит. Ну, средняя цена. Умножаем на 4. Это получается, что в среднем эта коробочка стоит 10 тысяч рублей. Офигеть. Прикиньте. Просто капсул на 10 тысяч. Ну, это в среднем, если рассчитывать. В общем, в среднем эта коробка обходится в 9-10 тысяч рублей. У средним будет 9,5. Так что очень хорошая находка и очень выгодная. Остается вот эта коробочка. Ой, какая она легкая, боже. Кстати, очень похожая на лего. Она просто такая легкая. Может, тут маленькая лего вот такая вот? Ё-моё. Это не лего. И это не изи-пизи. Что уже хорошо, потому что они нас всегда преследуют. Это луковые кольца. Лучше бы были изи-пизи. Картофельные снеки со вкусом бекона. Картофельные снеки со вкусом сыра. Со вкусом грибов тоже луковые кольца. Это будут самые дорогие луковые кольца в нашей жизни. Какую хочешь грибы, сыр и... Ой, пахнет хорошо. Последний раз я пробовала луковые кольца из фикс-прайса. Они были ужасные. Они реально вкусные из фикс-прайса. Они очень вкусные. Такая обсыпка. Молодцы, Озон. Это реально очень вкусно. Ребята, рекомендуем. Переходим теперь вот к этим двум загадочным коробкам. А это что, не будешь? Прикинь, я бы даже не заметила. Это получается, что я всех обманул, что там 5 оставалось, оставалось 6. Увлажнитель воздуха. Да, ребята, 100%. Это так круто. У нас, конечно, есть увлажнители воздуха, но они большие. Мы редко, честно говоря, ими пользуемся. А тут какой-то крохотулечка прям будет. Смотрите, все заклеено. Ой, что-то, божественное, мухарёвочки. Класс, ребят, смотрите. Не знаю, что по цене. Сейчас посмотрим, но, как правило, такие маленькие увлажнители стоят, в принципе, не очень дорого. 1 3, 4, может, даже 2. Ура, я его собрала. Не, добавляйте ароматические масла без резервуара для воды. Ну, в общем, нельзя сюда ничего добавлять. Ну, вообще, по-моему, ни в какие увлажнители нельзя. Я поставлю его с удовольствием в спальне. Я люблю увлажнители. Это классная тема. Самое классное в Китфорд это вот это. У нас от Китфорд есть кофемолка. Был блендер. Был, потому что он сломался. И везде были вот такие вот прикольные магнитики. Такой брутальный кит. Все, больше тут ничего интересного нет. И сейчас самое время узнать его цену. Я думаю, 1300 стоит. 3,5. Он первый, прикиньте, ребята, смотрите. Он прям самый первый. Я написала увлажнитель Китфорд. И вот. Смотри, какой красивый я такой хочу. Ой, какой красивый. Ладно, у нас вот этот за 1990. С удовольствием его протестируем. И постараюсь даже снять в истории в инстаграме. Главное, чтобы он работал. Ты что хочешь-то? Ты луковые чипсы хочешь? Ну что, теперь мы точно переходим к этим двум загадочным коробкам. Не знаю, как вам, но мне кажется, что они очень похожи. И даже практически, по-моему, одинаковые, да? Да, вообще, у меня одинаковый. Я вот сравнивала, смотрю, они вот так вроде одинаковые. Вкусная у вас распаковка? Никакой хлопки поликолов не было. Главный поликол этой распаковки буду я. Я думаю, что здесь дом для кофок, который нужно собивать. Мне его водители соберут, и я в нем буду спать. А еще, возможно, там какая-нибудь ваза, бальфая. Фунтик, мы начинаем открывать. Что-то на 20 литров. Возможно, это реально кулер. Посмотрите. 20 литров, реально. Это что, мусорное ведро? Походу, на бочок попасть. Ребята, это мусорное ведро. Контейнер для мусора. Мусор с педалью. Ведро-контейнер. Это самая необычная находка. Пока что за все время. Неужели там тоже будет ведро? Надеюсь, там просто очень похожая по размеру коробка. Ну, давайте смотреть, что за ведро с педалью. Какой-нибудь с педалью. Что-то она как-то кривовато. Что-то она не открывается даже. Давай. Ой, фу. Ну, мусором, конечно, воняет. Но воняет ужасным пластиком по качеству. У вас, пошел мусор вуки давать. Кому мусорный ходу кидать, помочь-то. Давайте искать, сколько это чудо-техники стоит. Фирма Лайма. Я написала Лайма ведро. И смотрите, вот оно. Причем тоже объем 20 литров. Я не писала, что мне 20 литров надо. 705 отзывов. Оно стоит 2690 рублей. Практически 3000 за ведро. Но это, конечно же, трэш. У нас ведра самые дешманские. Из Икеи стоят белые. Мы когда в дом въехали, купили штук 6. Непо там по 100 рублей. Всем спасибо. У нас теперь есть мусорное ведро. Очень большое. Давайте смотреть, что в последней коробке. Прямо сейчас напишите в комментариях, стали бы вы себе покупать мусорное ведро почти за 3000 рублей. Мне кажется, у меня бы рука не поднялась. Ну, потерянную посылку за 3000 купить. Почему нет? Let's go. Последняя посылка. Блин, походу тоже. Столько повторок. Нам попалось 3 светильника. Нам попалось... Две щетки. Две щетки, да. Внутри светильника это мощно. Да, ребята, то же самое. Смотрите. Ведро, контейнер для мусора с педалью. Посмотрим, может, какого-нибудь другого цвета. Там вроде есть даже выбор какой-то. Абсолютно то же самое. Посмотрите. Вот, все то же самое. Коробка не такая раздолбанная. И, здравствуйте, такое же ведро. И стоит оно, значит, абсолютно так же. 20 литров. Да, ребята, все то же самое. 20 литров. Интересная, конечно, на сегодня была распаковка. Все-таки, несмотря на то, что здесь были и чипсы, которые я купила за 2000, и газировка за... Три. Две, надеюсь. И кукурузные палочки самые дорогие в моей жизни. По 1000 рублей за пачку. Все равно получилось клево. Я уже не говорю о том, что у нас даже Роллтон был самый дорогой в нашей жизни. Так, я запомнила цены. Примерно сколько мы нашли. Зай. Да я тебе так скажу. Так, две корзины по 2690. Блюда 2690. Блюда 2690. Ну, Флющик, как минимум, на 100 рублей. Как минимум, это я еще не посчитала. Кольца луковые, газировку, кукурузные палочки. Ну, извините меня. Покрывало за 10 тысяч рублей. Это, конечно, очень круто. Но это реально очень дорого. Сама бы я бы никогда не купила. Это реально мы вышли в плюс. То есть, это выгодно заказывать премиум посылки. Премиум потерянные посылки сезон. Так что, ребята, буду рада вашей поддержке в виде лайков. Если вам будет интересно, чтобы я еще раз заказала. Также 10 по 3000 и 10 по 2000 премиум посылочки. То обязательно собирайте под этим видео 30 тысяч лайков. По-моему, вначале я просила 40. 40 тысяч, значит, собираем. Уже к концу обрадовалась и меньше лайков прошу. Ну, давайте на 30 тысячах сойдемся. Вот соберете 30 тысяч и еще раз закажу. Кстати, хочу заметить, что одежды никакой не было. Была лишь только реально либо крутая техника, либо товар для дома. Хотя про одежду мне тоже, типа, упоминали. Но это круто. Потому что одежда может не подойти. А тут, в принципе, все такое, что и подарить можно, и себе оставить. Ну, на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Буду рада любой вашей поддержке. Увидимся в новых роликах. Еще, кстати, хотела сказать, что у меня есть канал Shorts. Там, где видео тоже каждый день уходят. Я об этом не день и говорила, но как-то в сообществе рассказала. На него тоже, пожалуйста, подписывайтесь. Всех люблю и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok